Можно расставить цифры по периметру этой фигуры. У фигур периметр 20 клеток, иначе цифра будет 10. Чись. Вот так. Теперь можно посмотреть, по каким цифрам нельзя разделить. Допустим, цифра 1 не подходит. Потому что через клетку резать нельзя. Значит, нам разделить обе единички. Цифра 10 тоже не подходит. Одни цифры, число. Ой, число 10 тоже не подходит. Цифра 9 тоже не подходит. Цифра 5 и 2. Вот у нас остались такие варианты. Допустим, сначала рассмотрим цифру 3, потому что она самая маленькая. От этой цифры можно прочертить только вот так, разрезать. От этой тоже вот так. Здесь мы ставим плюсики. Это страна плюсики. А здесь минус. Нам осталось поделить 3 клетки. Мы считаем здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, у нас должно быть 2 минусик, 1 плюсик. Вот, допустим, вот так. Но фигуры не равные, значит, она как-то по-другому. Так тоже не получается. Третий вариант. А, ну все, больше вариантов нет. Сюда мы не можем ставить плюсик. А, нет. Да, нет, сейчас еще раз. Все, так тоже не получается, значит, тройка нам не подходит. Это цифры 4 тоже можно сделать только один, чтобы разрезать. Теперь будут плюсики. Опять осталось поделить 3 клетки. Здесь у нас будет 8 плюсиков. Здесь 4, 5, 6, 7. Зачем можно сделать 2 минусик, 1 плюсик. Опять осталось. И фигуры не равны плюсик здесь. И так тоже не получается. Следующий вариант. Есть плюсик 2 на 3, прямоугольник. Тут есть, только он по другой стороне. И вырос такой. Да, это разные фигуры. Разные. Значит, четвертый, он тоже не подходит. Шестный, вот так и вот так. Тут тоже только два варианта. Представим здесь плюсики. Опять нужно поделить 3 клетки. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь минусиков и шесть плюсиков. Да, нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь плюсиков. Значит, нужно сделать здесь минусик по плюсиков. Вот так. Там есть вертикаль из четырех минусов. Да, да, а с этим нет. Слева, а там нет. А значит, так, так не будет. Здесь тоже самое. То же самое с обожжением. Наоборот, в другую сторону. Шестерка не годится. Да, там тоже не будет, потому что шестерка не подходит. Пусть разрез идет из семерки. Да, можно только один способ. Здесь плюсики, плюсики и минусики. Опять осталось поделить. Три клетки у нас. Три, четыре, пять, шесть, семь минусиков и восемь плюсиков. Это значит, что нужно один плюсик, два минусик. Так они не будут равны. Потому что тут есть два, три, четыре, а тут нет. В любом случае, есть из плюсиков четверка. Да, так вообще нельзя. Да, так совсем вообще по правилам нельзя. Да, минусик. По-другому все. Ну, остался последний вариант, когда исходит из восьмерки. Да, из этой восьмерки есть только вот такой выход, а из этой есть два выхода. Вначале мы выполним, допустим, вот этот. Мы будем поделить в три клетки. У нас восемь плюсиков и семь плюсиков. Два плюсика и один плюсик. Сюда минус нельзя. Возьмем два внизу, он будет только так, плюсик здесь. Вот эти фигуры неравны. Значит, из восьмерки нужно было вот из этой резать вот так. Осталось поделить по три клетки. У нас семь плюсиков и восемь минусиков. Значит, два плюсика и один минусик. А если так, так не получается, так нельзя, потому что плюсик сюда нельзя ставить. Значит, два плюсика будет вот тут вот и один минус. Такой вариант тоже не подходит. Значит, я либо что-то пустила, либо есть еще какие-то другие варианты. Здесь три варианта, три варианта с половиной минуси, в какой-то случае. Здесь не может. Слева может. Я вот смотрю. Это только что. Да, только что будет. Да. Минус их права мы уже ставили. Минус их нельзя поставить. Минус левого мы их не ставим, если в это. Да. Самое левое положение. Минус поставить. Чуть выше. Да. А вот этот плюс замените на минус. Это вы еще не делали. Да. А правый минус замените на плюс, да? Да. Нет. Да, да. Вот этот минус замените на плюс, да. И теперь смотрим, получилось ли не получилось. Предложение. Возьмите фломастер и одну часть просто заштрихуйте. Теперь стало интересно, они одинаковые или нет? Да. Одинаковые. 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 Ну, давайте мы пойдем по черному. Одинаковые. Давайте пойдем по черному и отсчитываем. Две клеточки внизу, потом вертикальная из четырех клеток, потом три, потом две. Правильно? Действительно? А нельзя. Так, а какое преобразование переводит заштрихованную фигуру в не заштрихованную? Нужно ее повернуть на с... Нет. 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 Это не поворот 60 грамм. Что это? Это переворот. Это скользящая симметрия. Это скользящая симметрия. Нет такого слова переворот в этом случае в математике. Вообще любое движение это параллельный перенос, поворот или скользящая симметрия. Давайте поймем, почему это действительно будет симметрия. Оля, пожалуйста, прямо ручкой пройдите с нижней, с самой нижней клетки черной вверх. Покажите, как это движение происходит. Движемся налево сначала, потом поднимаемся вверх и движемся, движемся, движемся. Все понимают, что мы по сути движемся по часовой стрелке. По большому счету, да? Да. Замечательно. А теперь давайте из аналогичной клеточки, ну, наверное, красный фломастер возьмите, если можно. Из аналогичной клеточки покажите, как пойдет движение по минусам. Да, вот отсюда. По минусам. Пошли, 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 пошли. Это движение как? Это по обратной стрелке. Против часовой стрелки. А никакой поворот и никакой параллельный перенос вам не поменяет против часовой стрелки на по часовой стрелке. Понимаете? Поэтому это, конечно, скользящая симметрия. Вопрос. Относительно какой прямой? Вот этой точки. Нет, скользящая симметрия, она всегда относительно какой-то прямой. Да, скорее вот эта. Это, думаете? Боюсь, что нет. По 45 минуту, что? Вот кто может нарисовать эту прямую? Найти. Дело в том, что в предыдущих задачах это было более-мире просто. Увидеть эту прямую. Поэтому я не просил это сделать. Относительно какой прямой? И на сколько надо сдвинуть? Повернуть в реверс, подвинуть здесь. Так. А вектор какой? Вектор сдвига? Там его право. Вектор сдвига. Симметрия относительно вот этой диагонали. Нет, нет, нет. Секунду, вы отведите, потому что вы не переживаете. Повторите. Здесь идет симметрия относительно вот этой диагонали. Так, а сдвиг на сколько? Сдвиг на... Ну вот мысленно посмотрите. Вот берем нижнюю часть заштрихованной фигуры. Куда она перейдет при симметрии? Я могу показать, куда... Да-да-да, сейчас он сам тоже покажет. Нижнюю часть заштрихованной фигуры. Да. Не то. Вот это место, да. Куда она перейдет при симметрии? Не вверх. Да, пожалуйста. А сдавная точка уходит в отражение. Да, куда? В эту точку. Совершенно верно. Эту точку в эту точку. Это остается... Так вот, две горизонтальные клетки заштрихованной фигурой. Куда перейдут? Вот эти клетки в эти две. Отлично. А должны куда? А должны перейти сюда. Поэтому объект раздвигал. Это такая диагонали. Все поняли? Да. А если мы посмотрим на эту точку? А ты проследи за остальным. Ну, за остальным можно, если на эту, по этой квадратикам. Посмотри, и везде так и будет хорошо. Смотрите, вам указали прямую и указали вектор сдвига. Дальше осталось просто проследить, действительно так и будет. Понятно? Понятно? Отлично. Отлично. Отлично.